Нет, ребята, это не кликбейтный заголовок, у меня действительно есть чем крыть, на самом деле я просто проанализировал ситуацию, есть чем поделиться, есть что рассказать, берите попкорн, устраивайтесь поудобнее. Это реальная журналистика, рубрика «Коротко о главном сегодня». Поехали! И начнем, пожалуй, издалека. Вот год уже, через три недели будет ровно год, как было объявлено о начале массовой вакцинации. Когда нам всем дружно сказали, ребят, это надо, это для вашей же безопасности, идите вакцинируйтесь. Вот мы живем в этой ситуации уже год, не сработало, люди как-то не особенно доверяют вот этому процессу, то есть пошли вакцинироваться, но далеко не все. Людей начали принуждать. Мы знаем, что под угрозой увольнения работодатели заставляют людей прививаться, да все лето это наблюдали. Сейчас, буквально с завтрашнего дня в ряде регионов начнется новый локдаун. С 1 октября по всей стране этот локдаун начнется, введена система QR-кодов, которая поражает в правах непривитых, их почему-то называют антиваксерами, хотя вот здесь надо сделать небольшое лирическое отступление, я не понимаю, почему эти люди антиваксеры. Дело в том, что если посмотреть карту прививок всех тех, кто отказывается прививаться от коронавируса, то все остальные прививки они делают на регулярной основе. Более того, скажу вам так, что эти люди говорят, мы от коронавируса готовы прививиться, но дайте нам любую из иностранных вакцин, прямо сейчас пойдем и это сделаем. То есть тут есть такое определенное недоверие именно к российской вакцине. Вот именно к российской вакцине есть определенное недоверие, только из-за этого очень многие не идут вакцинироваться, их почему-то называют антиваксерами, ну да ладно. Тем не менее, повторюсь, нам объясняют, что это для нашего же блага, для нашего же здоровья, но в то же время мы видим, что представители власти, представители верхушки сами не спешат вакцинироваться. Вот Песков, например, правая рука Путина, он в открытую говорит, что он не вакцинирован нифига себе, год назад объявили о начале массовой вакцинации ни Песков, ни его дочь Лиза Пескова, которая тоже в соцсетях пишет, что она не вакцинирована и не собирается. Они не привиты, но нас они заставляют. Нас они, значит, заставляют это дело, более того, я не видел вообще никого, они мало того, что они маски не носят демонстративно, публично, никогда не носят эти маски, нас заставляют, опять же, рассказывая нам, что это для вашего же здоровья, но я не видел ни Путина, ни Пескова, ни Собянина в этой маске. Вот недавно вам показывал о предыдущем выпуске, в одном из предыдущих выпусков, как новоиспечённые депутаты Государственной Думы встречались с президентом Путиным, 90% этих депутатов на той встрече были без масок, мало того, что они маски не носят, так они ещё и не вакцинируются. Но я ни одного не видел, чтобы он пошёл, привился и сказал, ребят, вот я привился и вам тоже рекомендую. Жириновский там что-то орёт о том, что он вакцинирован, но что-то мне подсказывает, что он брешет, потому что он там несёт какую-то пугу о том, что он шесть раз уже привился. Зачем шесть раз, когда это надо делать только раз в полгода, то есть, ну как минимум, это глупо, потому что передоз, да, это тоже не есть хорошо, он сработает во вред. И вот при таком раскладе даже президент наш, вот как нам рассказали, что как будто бы он сделал прививку, но он сделал её не публично. Вот тогда у меня уже вопросы возникли, кто? Путин вакцинировался не публично, это человек, который не публично, по-моему, только в туалет ходит, всё остальное время он всегда работает на публику. Он идёт купаться, его снимают, он там в трусах с голым торсом, он едет отдыхать, его снимают, он идёт на охоту, его снимают, он ныряет физиономией в кефир, его снимают, он всё делает на публику, он всю дорогу работает на публику, и тут он вдруг решил не публично привиться, не публично вакцинироваться. Вот мне тогда уже вопросы возникли, нет, я могу допустить, что где-то вдруг президент подумал, что надоело мне работать на публику, вот буду я вот теперь, всё, что касается моей частной жизни, за рамками исполнения президентских обязанностей, вот я больше это не буду людям показывать. Только на работе, только официоз, всё, до свидания, я бы это понял. Но ведь после этого, через пару-тройку недель буквально Путин уезжает отдыхать со своим другом Шойгу в Сибирь, и это показывают по всем каналам. То есть, вот здесь вот этот момент непонятен был. Более того, чисто логически, если рассуждать, то тут, наверное, надо было бы даже сделать, чтобы Путин привился именно на публично, и не только он. Надо было просто, чтобы они ровным струем стали все, и Путин, и Писков, и Шойгу, и Лавров, и Матвиенко, и Володин, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все первые лица поехали, вот в условиях, когда очень многие люди не горят желания колоть себе вот эту российскую вакцину, в таких условиях было бы даже логично. Если бы они все дружно, всем скопом, желательно на каком-нибудь самом обычном прививочном пункте, куда все простые смертные ходят, вот приехали туда, вакцинировались, и всё это показали по телевизору. Вот это было бы логично. Это бы, да, заставило людей поверить, и люди бы пошли, но они этого не делают. Поэтому вопрос с тем, что Путин вообще прививался, у меня остается открытым. Я, если честно, не очень-то в эту сказку верю. Допустить, что да, он привился, наверное, можно, но в этом случае я могу допустить только при одном условии. Даже если он прививался, он прививался не российской вакциной, и сейчас объясню, почему я так думаю. Дело в том, что, да, вот у нас три вакцины, было четыре, осталось почему-то три, куда девалась четвёртая, никто не знает. Да, о создании первой из них, спутниковая, была объявлена более года назад, почти полтора года назад, в августе 2020-го. До сих пор ни одна из этих трёх вакцин не зарегистрирована Всероссийской организацией здравоохранения. То есть, там, за рубежом, это не считается вакциной, ни одна из трёх российских вакцин. То есть, для них это, наверное, что-то сродни БАДу, не более биологически активная добавка, как вакцину, они её не признают. Тем не менее, обратите внимание, наш президент за последние несколько месяцев успел встретиться с американским президентом, с Джозефом Байденом, с Ангелой Меркель, негласным лидером Евросоюза, главой Германии, самой мощной страной в Европе. Вот он с ними встречался. Вопрос. Если по их меркам он считается как бы непривитым, а в мире объявлена пандемия, как службы безопасности могли допустить вообще такую встречу? Они должны были поставить условие, что нет, дорогой Владимир Владимирович, вы либо давайте привейтесь признанной вакциной, либо встреча отменяется. Вот так должно было быть. Но службы безопасности эту встречу допустили, из чего я могу сделать только один вывод. Если он привит, то он привит не российской вакциной сто пудов. Вот это обстоятельство как раз о том, говорит, можно допустить, пофантазировать, что, например, ВОЗ на один день решил вот эту российскую вакцину, которую президент привит, а мы не знаем, какую именно, решил её признать. Но это из области фантастики, потому что вы сами понимаете, что в этом случае все наши пропагандисты верещали бы из каждого утюга. А, значит, когда им надо, они нашу вакцину могут признать. А, значит, когда не надо, то есть, такого ВОЯ мы тоже не слышали. Можно допустить, что ради этой встречи он сделал ПЦР-тест, но тогда была бы обратная ситуация. То есть, кто-то из иностранных журналистов поднял бы кипиш и сказали бы, нифига себе, смотрите, Путин соглашается на ПЦР-тест. То есть, тем самым он как бы сам соглашается, что их вакцина – это никакая не вакцина. То есть, такого шума мы тоже не слышали. Поэтому, вот, ребята, я вам сказал, выводы делайте сами. Спасибо, что вы слушали. Коротко о главном. Реальная журналистика. Завтра ждите полноценную программу. Увидимся, услышимся. Пока-пока.